Геннадий Калинин говорит, не любит откладывать дела в долгий ящик. Если нужно решить проблему, делает всё быстро. Поэтому, как только появилась возможность привиться от коронавируса и защитить своё здоровье, не раздумывал ни минуты. Сегодня он получил уже второй компонент вакцины. Потому что решил прожить ещё 150 лет. Не буду болеть ни гриппом, ни остальной заразой. Второй раз на процедуру пришёл Иван Сурыгин. Говорит, удобно, что в районную поликлинику ехать не надо. В село прибыл передвижной фельдшерско-акушерский пункт, в котором есть всё необходимое для вакцинации. Решился, потому что, наверное, сам работаю в сфере с продуктами, с людьми общаюсь. И самому болеть не хочется. Мало ли чего, других могу так же заразить или как-то. Поэтому страшновато. Решил сразу при первой возможности сделать вакцину. Чтобы сделать прививку в мобильном пункте, при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Прививка от коронавируса добровольная и бесплатная. Сделать её может любой желающий старше 18 лет, если нет медицинских противопоказаний. Перед прививкой врач обязательно проводит осмотр, консультирует. Ну, во-первых, это очень большая ответственность за наших родных и близких. Поэтому, я считаю, это нужно делать и обезопасить, конечно, себя, в первую очередь, своих родных. По словам медиков, прививки легко переносятся и не вызывают никаких осложнений. В отдельных случаях возможно повышение температуры, озноб и головная боль. Но симптомы проходят быстро. Причём недомогание чувствуют только молодые. Люди старшего возраста переносят прививку незаметно. В мобильных пунктах получить вакцину можно в порядке живой очереди. Что касается поликлиник, то тут требуется предварительная запись – через портал госуслуг или по телефону 122. Завтра и в выходные возле торговых центров Самары будут работать мобильные прививочные комплексы. На сегодня привились уже почти 389 тысяч человек. И свыше 314 тысяч из них прошли оба этапа вакцинации. Виктория Шарая, События.